Здравствуйте, коллеги! С вами Исяков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня понедельник, поэтому мы поговорим о тех темах, которые были актуальны на прошлой неделе, что было актуального на выходных, как, например, распродажа Уорреном Баффетом акций авиакомпаний, ну и посмотрим, что нас ожидает на предстоящую неделю. Итак, начнем наш выпуск с Уоррена Баффета. В минувшую пятницу рынок закрылся снижением и мы также видим это снижение по фьючерам. На открытии рынка в понедельник. Относительно Баффета. Баффет вышел из компании авиаотрасли. Об этом он сообщил в субботу в ходе диалога с акционерами компании Berkshire Hathaway. Баффет продал все акции большой четверки авиакомпаний США. Это American Airlines, Delta Airlines, Southwest Airlines и United Airlines. Баффет возобновил инвестиции в авиасектор еще в 2016 году. К сожалению, авиаотрасля пострадала очень сильно из-за последствий коронавируса. В среднем акции компании упали на 55-60% к текущему моменту, в то время как фондовый индекс S&P 500 уже на конец апреля находился всего лишь на расстоянии 13% от исторических максимумов. Общий убыток фонда Баффета за первый квартал 2020 года составил порядка чуть менее 50 миллиардов долларов. Вероятно, авиакомпаниями будет не сладко на открытии рынка в понедельник и все побегут их продавать, ну уж раз их продал сам Баффет. Еще один ньюсмейкер, ну и человек, за твиттером которого следят, наверное, точно так же, как и за твиттером Трампа, это Илон Маск. Снова произошла, ну можно сказать, манипуляция рынком. 1 мая Илон Маск написал в своем твиттере, что считается акты Тесла слишком дорогими. И, конечно же, акции подешевели на 11% буквально за пару часов. Может кто-то действительно хотел купить что-то дешевле, но Маску уже давали штраф за манипуляцию рынком. Из остальных новостей США продолжают обвинять Китай в появлении коронавируса. Госсекретар США Майкл Помпео заявил, что есть вполне весомые доказательства лабораторного происхождения коронавируса. По его словам, он возник в китайской лаборатории в Ухане, а не на местном рынке. Каких-либо доказательств, конечно, Помпео не представил. Выступая на американском канале ABC, он обвинил Китай, китайские власти в сопротивлении любого рода расследований и нежелании сотрудничества с международными экспертами. Ну, посмотрим, чем, опять же, все-таки это дальше выльется. Ну, а в свою очередь, распространение коронавируса в ряде стран, в которых было достаточно большое количество зараженных, идет на спад. Количество умерших за сутки от коронавируса уменьшается во Франции, Италии, Испании. Оно было наименьшим за последние недели. Власти этих стран уже готовятся ослабить уровень карантина. Франция сообщила о 135 смертях. В Испании умерло 164 человека. И этот показатель наименьший в середине марта. А в Италии скончалось 174 зараженных. Это самая низкая цифра за последние два месяца. В свою очередь, в России продолжается прирост новых случаев заражения. И накануне сообщалось о более 10 тысячах случаях заболеваний за одни сутки. Что бьет новые рекорды. Ну, а смертность остается на невысоком уровне. И за прошлые сутки было порядка 58 случаев. Ну, а мы видим, что общее количество заражений приближается порядка к 3,5 миллионам. Ну, будем дальше следить, как ситуация будет распространяться. Ну, а так как у нас сегодня понедельник, поэтому давайте посмотрим, какие нас события ожидают на предстоящей неделе. И важно напомнить то, что майские праздники также продолжаются в ряде стран. Сегодня не работает Япония, не работает Китай. И, ну, практически понедельник пройдет, наверное, более-менее спокойно. Ну, не только, только, наверное, авиакомпании будут переживать на открытии после заявлений Баффета. Дальше, во вторник, нас ожидает публикация данных менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе. В среду будет опубликовано данные по запасам сырой нефти. Ожидается снижение данного показателя. И в четверг будет решение Банка Англии по процентной ставке. В свою очередь, также выступление представителя Банка Англии. Ну, и фактически пятница будет максимально в этом плане ожидаемым. Будут опубликованы данные по количеству вновь созданных рабочих мест вне сельского хозяйства. Ожидается прогноз назначения 139 тысяч. Напомню, что предыдущий вышел минус 700 тысяч. И вполне вероятно, что апрель тоже может побить рекорды. Ну, начинается новый месяц. Фактически ОПЕК начал также запускать. Запустил с 1 мая темпы по снижению, которые были достигнуты в рамках договоренности ОПЕК+. Ну, посмотрим, как это отразится на рынках. А теперь давайте посмотрим, что у нас происходит на текущий момент, по текущей ситуации. И разберем интересные моменты. Я также расскажу о том, что планирую совершать в ближайшее время и какие сделки у меня открыты. По евро-доллару. Ну, вот евро, пара евро-доллар пятницу закрыла ростом. Но сегодня фактически уже с открытием евро корректируется. Мы смогли торговаться сегодня ниже минимум, которые были сформированы в пятницу. Здесь я предполагаю переход в фазу нисходящего движения по данному активу. Поэтому здесь я готовлюсь уже к продажам. То есть, фактически здесь уже те покупки, которые имело смысл держать, начиная с 27 апреля. Возможно, время пришло к новому снижению по евро. Поэтому здесь к этому я приготовлюсь. И здесь вот сейчас, как вы уже видите, стоит у меня отложен ордер на продажу. Продажу на коррекции на 1.0987. С этих уровней мне было бы интересно присоединиться к продажам. Возможно, присоединюсь и по более низким ценам. По паре британский фунт и американский доллар также мы переходим в фазу нисходящего движения с точки зрения часового таймфрейма. Пятница у нас закрылась снижением. То есть, мы не смогли обновить локальный максимум четверга. Но не успели перейти в фазу как раз нисходящего движения. Сегодня открылись ниже пятницы. Ну и фактически уже всю торговую сессию сегодня, в понедельник, торгуемся ниже минимум, которые были в пятницу зафиксированы. Что нам также дает уже сигнал на начало продаж по данному инструменту. Опять же, вопрос, где присоединится. Я лично для себя выбрал область 1.2580. Там у меня стоит отложенный ордер. Если будет коррекция и мы не уйдем выше, соответственно, максимум, которые были сформированы в пятницу, то по этой цене было бы интересно присоединиться вот в текущий момент, в текущей ситуации. Соответственно, пока к покупкам отношусь осторожно. Поэтому пока здесь, на мой взгляд, началось нисходящее движение. И, ну, по крайней мере, сегодня оно будет здесь в приоритете. По паре американский доллар, канадский доллар продолжается. Движение восходящее, которое мы отмечали еще на прошлой неделе. К сожалению, движение идет, ну, к сожалению, идет без коррекции. Поэтому до моего отложенного ордера цена не дошла. И фактически уже мы дошли до целевых уровней, которые и отмечались ранее. Ну, сейчас эта ситуация уже не актуальна. Поэтому сейчас я отложенный ордер здесь удалю. Ну, а те, кто продолжает держать покупки, то их имеет смысл также продолжать держать. Продажа здесь сохраняется. Вполне вероятно, что от области 1.4252 мы можем получить новый виток нисходящее движение по американскому доллару. Но, на мой взгляд, сейчас риск вновь будет не столь приемлем. И мы можем увидеть в ближайшее время рост американской валюты. А по паре американский доллар японская иена здесь сохраняется движение восходящее. Сделку я открывал еще на прошлой неделе, как раз в пятницу. И сейчас мы торгуемся вблизи последних цен, которые мы видели как раз в пятницу. Цена входа у меня была на 106.81. Цели движения здесь, ну, я поставил их достаточно высоко. Но, опять же, здесь буду смотреть, уже корректировать по уходу дальнейшего движения. То есть, фактически, сейчас цена даже лучше, чем я входил в пятницу. Но пока общее движение здесь сохраняется восходящее. Первый триггер на отмену восходящего движения – это уход ниже минимум в пятницу. Ну, и, соответственно, тот уровень, где у меня стоит стоплосс, это минимальное значение 29-го числа. Соответственно, здесь я для себя ожидаю возобновления роста. То есть, понятно, что это для меня идеальный сценарий, который здесь я для себя рассматриваю. Но, безусловно, понимаю, что цена может пойти и в противоположном направлении. Поэтому здесь у меня моя сделка защищена. Здесь только остается смотреть и контролировать. Поэтому здесь пока я за рост американской валюты. По австралийцу. Здесь у нас сохраняется нисходящее движение. Точно так же тот сценарий, о котором мы говорили, он продолжил отрабатывать. Но единственное, что без коррекции, то есть без меня. Поэтому отложенный орган здесь я также удаляю. И сейчас мы видим то, что цена торгуется ниже минимума в пятницу. Поэтому здесь сохраняется движение нисходящее. Но о покупках будем говорить уже чуть позже. И вряд ли это произойдет сегодня. По новозеландцу также мы корректируемся. С точки зрения дневного таймфрейма мы отбиваемся от области поддержки на 60.29. С текущих уровней может возобновиться и восходящее движение. Фактически мы видим то, что на дневном таймфрейме у нас движение восходящее. То же самое мы видим и по австралийцу. Поэтому покупки, в принципе, здесь могут быть также неплохой идеей уже на завершение данного нисходящего движения. Возможно, даже было бы интереснее покупать, чем продавать. Поэтому к новозеландцу и к австралийцу я присмотрю с точки зрения покупок. По новозеландцу также я удаляю отложенный ордер. Потому что сейчас уже ситуация для продаж, она не актуальна. Ну, по крайней мере, для открытия новых позиций. Золото в пятницу закрылось выше открытия. Локальный минимум был 1670. Доходили до максимума 1705. Сейчас общее настроение по золоту пока сохраняется нисходяще. Если мы увидим перехай максимум в пятницу, то есть уход выше отметки 1710, то вполне вероятно с этих уровней рост по золоту может и возобновиться. А пока ищем новые области поддержки и возможность как раз купить золото по более низкой цене. Потому что сейчас пока движение нисходящее сохраняется. Индексы открылись с гэпом. В том числе индекс DAX. Сейчас торгуется ниже минимума в пятницу. Что фактически нас приводит в фазу также нисходящее движение по данному инструменту. Но опять же тут вопрос, стоит ли присоединяться к продажам по данному активу. Но вот мы уже не раз ставили сделку по DAX 30. Сейчас давайте мы поставим ее еще раз. Присоединение на продажу по данному инструменту 11368. Пока еще ни одна, к сожалению, сделка по DAX не сработала. Слишком большая волатильность. И очень часто я перестраховываюсь от ненужных потерь, которые здесь могут быть. Но вот сейчас продолжаю искать оптимальный заход. Поэтому вот опять же здесь риск достаточно большой. И для того, чтобы мне оставаться в рисках, фактически здесь область входа, она практически минимальная. То есть вот если сюда цена вернется, то вот по этим ценам можно будет войти. А пока мы туда дойдем, уже многое может поменяться. Поэтому здесь в данном отношении индексы S&P 500 с точки зрения входа для меня выглядит чуть более интересно. Чуть меньше объем здесь я могу входить с тем депозитом, который здесь представлен для торговли. Поэтому по S&P здесь мы тоже по фьючерсу на S&P 500 торгуемся ниже минимума в пятницу. Поэтому здесь мы видим сохранение нисходящей формации, которая у нас началась также еще в пятницу. Поэтому здесь с текущих уровней входить уже довольно-таки поздновато. Мы от локальных максимум снизились на порядка 6%. Вполне вероятно, что может быть нащупана область поддержки, с которой мы вновь возобновим рост. Хотя, на мой взгляд, здесь по S&P 500 мы еще падение увидим. Но в любом случае та ситуация, которую мы ставили в пятницу, сейчас уже не актуальна. Поэтому здесь продолжаем наблюдать. И здесь у нас сохраняется движение нисходящее. По нефти марки Brent пока мы несколько остановились в росте. Локальный максимум по Brent был достигнут в пятницу. По крайней мере по CFD контракту, который сейчас я демонстрирую на вашем экране. А я для себя открывал позицию по Витя. И, как я говорил, закрыл ее пятницу перед как раз тройным свопом по данным инструменту. Здесь у меня стоит отложенный ордер на еще один заход. На тот случай как раз возобновления роста по чуть-чуть лучшей цене. То есть небольшую прибыль я для себя здесь закрыл. Но, безусловно, она только частично покрыла. Большая часть была как раз на свопах. Поэтому аккуратно нужно торговать нефть. Потому что сейчас издержки по ней довольно-таки большие. Но вот здесь я перепоставил, скажем так, новый отложенный ордер. И буду ждать, если цена снизится в данную область. То здесь, в принципе, будет довольно-таки неплохо присоединиться. И стоп у меня стоит за минимум как раз 30-го числа, где я входил в прошлый четверг. Поэтому здесь продолжаем наблюдать. И по фьюсерсу также на VTI. Сейчас мы видим торговлю вблизи минимальных значений пятницы. Пока мы не ушли ниже минимальных значений. То здесь пока общее движение восходящее у нас сохраняется. Продолжим также за этим наблюдать. Ну, неделя может оказаться довольно-таки насыщенной. Очень много событий, которые происходят во всем мире. Которые так или иначе влияют на все рынки. Ну, а мы с вами продолжим следить и продолжим смотреть, что появляется на рынке. Поэтому, если вам нравится данное видео, то не забудьте поставить лайк. И ваши вопросы оставляйте в комментариях. Всем желаю хорошей торговой недели. Всем спасибо и до свидания.